Я сам не верю в то, что пройдя такой путь, можно было реально очутиться здесь во Франции. Потому что путь был длинным, и каждый шаг нужно было продумывать, рисковать. И когда мы приехали сюда, наверное, только здесь я ощутил и понял до конца, что это произошло. Еще 8 месяцев назад у меня не было машины, у меня не было ни единого спонсора. Нас не подтверждал DriftMasters, и мало того, мы даже не планировали в нем участвовать. Не было ничего. Самое главное было принять решение, пойти на некие риски и соорудить вот такую конфигурацию, с которой потом нам работать. С августа месяца я представлял себя за рулем неизвестно какого автомобиля. На трассах DriftMasters, GP, или будь то Formula Drift, или D1, ну где-то на чемпионате, который входит в топ-3 в мире. Представлял себя окруженным командой, хорошими людьми, механиками, семьей, женой, друзьями, всеми подписчиками и фанатами, и специалистами, которые меня поддерживают в сети. И представлял себе этот день, вот все эти восемь месяцев. И когда мы приехали во Францию, когда этот день наступил, я как будто не понял этого. Знаете, вот когда ты идешь к чему-то очень долго и получаешь, не веришь до конца. Только на квалификации, когда мою личку засыпали просто миллионы сообщений, когда мне звонила каждая собака, с которой я не разговаривал по погоду, наверное, я понял, что все было не зря. То есть это не просто собранная тачка за непонятные деньги, и ты как будто приехал вот куда-то в Житомир на этап. Нет. Это заранее подготовленная целая компания. Это продуманная презентация. Это спонсоры. Это риски. Потому что сначала начали строить машину, а потом искать финансирование, чтобы окупить эту постройку. Но кроме этого еще нужно было окупить кучу всего навесного. Резина, бензин, бла-бла-бла. И непосредственно сами поездки на Drift Masters. Мы очень долго ждали, пока Drift Masters утвердит мою кандидатуру. И в конце ноября, начало декабря они подтвердили, что именно Макс Миллер может участвовать. Они много кому отказали, много кто не знал про раннюю регистрацию. И оказалось так, что я единственный из СНГ, принимая участие в этом топовом европейском чемпионате. И вот когда они подтвердили в декабре, мне стало на порядок страшнее. Потому что я понимал, что 6 декабря только машина заехала на Чепо Рейсинг. Но послушайте, вам эта история сильно не нужна. Это сильно много информации. Тем более вы абсолютно все видели в социальных сетях и проживали весь этот путь со мной. Я просто хочу вам сказать о том, что я сам не ожидал, повторяюсь, что у этого пути есть конец. Короче, мы на треке во Франции. Идет дождь, блядь. И пока мы сюда ехали из Брюсселя на арендованном кадике, между прочим, говно редкостное, блядь. Но суть не в этом. Погода поменялась, но раз 20. Жесткое солнце, ливень. Жесткое солнце, ливень. Что будет в ближайшие 3 дня, я не знаю. Но я точно знаю, что я не умею ездить в дождь. Это очень х**ово, я считаю. Субтитры сделал DimaTorzok Приехав во Францию, впервые как гонщик, как участник чемпионата Европы Дрифтмастерс, я совсем по-другому посмотрел на происходящее. Когда ты зритель, ты как будто получаешь удовольствие от того, что организовали за тебя. Когда ты дрифтер, когда ты пилот, когда ты гонщик, все совсем по-другому. И ощущая это в Украине, в Беларуси, это в принципе везде, где я участвовал как пилот, а еще и в Греции. Ну то вообще отдельный разговор. Когда ты пилот, ты начинаешь обращать внимание на очень мелкие детали, собрав которые воедино, можно понять, что такое Дрифтмастерс. Грызтипалит. Дрифтмастерс. Грызтипалит? Мой мотор. Эй, правда conference. Мой команду. Hello. Hello, будь мvals. Спасибо вам. С А��爸. Субъткомнат. Спасибо. потому что это моё время. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всегда. Некогда рассказывать, потому что я первый, поскольку я переехал впервые сюда. Меня выпускают первого, как лоха. Но никто не может доехать. Я попробую. Я понимал, что я в группе А на пятой позиции. И если тренируется группа А, например, с 10 утра до 11, это значит, что если я приеду в 11.01, я не выйду. Это значит, что если я приеду в 9.59, я не выйду. Но это точно значит, что с 10 до 11 – это мое время. И никто у меня его не отнимет. Музыка Музыка Рука болит невыносимо. Ничего. А, крипатура? И она… Нет, я сейчас не работаю, понял. И она болит очень сильно, рука после вчера. Просто… Я нажимаю, не торможу, а нажимаю газ. Она начинает делать свой, так сказать, радиус поворота, как ей нравится. И где-то вот тут, если начнет работать гур, я приеду на внешнюю финишную зону. А если вот тут, не приеду. Ахахахаха Я останавливаюсь. Наклассываю второй и выезжаю. То есть я долетаю, е**ь. Охуя – не лечу под этой темой, биз**ь. Не долетаю. Но вот этот внешний шаредукция не позволяет. Я на пятой, блядь! На пятой, блядь! Всё, сбылась! Сейчас буду менять редукцию, потому что оказалось трасса быстрее, чем я думал. И для того, чтобы дотянуть, и даже на пятой я не дотягиваю, я включал пятую передачу. То есть разгоняешься раз, два, три, потом четыре, потом пять в перекладке, на пятой резко перекладываешься четыре, три и на три уезжаешь. Просто много понижаться, грубо говоря, поэтому хотелось бы использовать четыре передачи. Для этого сейчас попробуем медленно снижать редукцию с 3,7 на 3,5, возможно снизим на 3,3. У нас есть шестерни, слава богу, спасибо. И всё, но есть одна проблема, она рулится, она не греется, с ней всё хорошо, она управляется реально, и она не кажется мне тяжёлой, клянусь. Но в локе самый основной момент в трассе, когда ты выходишь на максимальную скорость, в моём случае вот на пятой передаче сейчас, пятая выходит в отсечку, мы должны очень-очень сильно протянуть внешнюю зону и бросить таким образом в лок, чтобы она долетела жопой вперёд хер знает куда, чтобы потом уехать 180 градусов обратно. И вот в этом локе у меня блокируют электро-гидроусилитель руля, и очень сложно оттуда выехать. Если это произойдёт на квалификации или в парном, то или я не пройду квал, или будут побитые машины. Это плохо. Сейчас решают. После того, как ты финишируешь, проехав достаточно быструю и сложную трассу, как мне показалось, вы можете, конечно, со мной не согласиться, но это так. У нас было четыре точки. После финиша тебя осматривает один марш, говорит, всё ли окей. Потом ты проезжаешь охлаждающую зону, где ты можешь охладить машину, спустить все температуры. Ты попадаешь в предпрогревочную зону, где спрашивают у тебя, всё окей. Говорят тебе, насколько там осталось резины, ничего ли не капает. Проверяют все крепления бамперов, двери, абсолютно всё. Чеку, системы пожаротушения, мои ремни, шлем, Ханс. Привет. Нет инфекции, да? Что? Нет инфекции. Да, всё окей. Да, всё окей. Моя инфекция открыта. Моя инфекция открыта. Нет. 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 После этого, перед выездом в прогревочную зону, кстати, они обозначены как первая и вторая. Соответственно, те, кто прогреваются, не пересекаются друг с другом и никакие там помехи и контакт невозможны просто. Есть ещё один человек, который говорит, ты готов? Я говорю, да, я готов. Тогда прогревайся вот там, но подумай, не забудь прогреть переднюю резину и опять всё осматривает. После вормап я выезжаю на старт, где стоит наш друг Марчин, который говорит, чувак, ты точно пристегнулся? Подзатяни шлем, подзатяни ремни. Он опять осматривает машину и только тогда я могу выезжать на трассу. То есть четыре человека, которые помогают мне, а не мешают. Кроме этого, есть зоны, где я могу связываться со своим споттером. У споттера есть отдельное место, где он может следить за трассой и подсказывать мне прямо в наушник, прямо в шлем. Музыка Какие силы? У середины. Это мой первый раз. Окей. Но только в следующей неделе. Одна часа. Я понимаю, что мы все сделали, так сказать, на сопельках и слегка по-колхозному, но вчера к вопросу подошли максимально серьезно. Написали в Вайсфабу, вернее, он сам написал. Написал в Вайсфаб, что он проблемы. Мококол, один из главных технических специалистов, вернее, главный, Дрифтмастерс, дал пару советов. Чепа был на связи. Все переживали, все дрифтеры украинские писали мне и звонили, каждый предлагал свое решение. Спецы, вы крутые, спасибо вам. И все-таки мы нашли что делать. Выглядит, еще раз повторюсь, чуть-чуть по-колхозному, но ограничители на рычагах с двух сторон сделали свое дело. Я не могу сказать, что уменьшился выворот, потому что он мне такой большой и не нужен. И я даже не почувствовал того, что его нет. Гидрон-серидлин работает не так, конечно, как хотелось бы, но он работает. В ходу точно работает. И эти ограничители с двух сторон, и с внешней, и с внутренней, позволили легко управлять, короче, медузой. Особенно вот в том последнем повороте после финальной перекладки. Там реально очень тяжело, потому что ее надо прощать пилот. И если вчера там блокировалось колесо, и я ничего не мог сделать, у меня до сих пор болит очень сильно рука, то сейчас я в блоке, жопой назад, могу что-то делать. Возвращать руль левой рукой, понижаться там на третью, на вторую, подтягивать ручник. В общем, у меня есть время для принять каких-то действий и решений. Ладно, я еду один, я бы справился, но когда ты едешь за кем-то, вторым, а поскольку там именно бросок, понимаете, там очень тяжело, блядь, разрулить сзади ситуацию, если кто-то, кто едет первым, неправильно бросил машину. Поэтому мне нужен был люфт для принятия решений. И слава богу, на данном этапе он у меня есть. Реально есть. Спасибо. Привет, и приветствую в ряду 2-летней Европы Дривст-Мастерской чемпионации. Мы живем на Редбул ТВ в Франции, на Коа-Ан-Тоноае. Привет, меня зовут Дэвид Калас, я judge здесь, в Дривст-Мастерской. Мы в втором ряду, на супер-фасте, я очень люблю его. Это один из самых быстрых автомобилей этого года для Дривст-Мастерской. Это супер-фасте, действительно зависит от силы от машин. Здесь, его двигатель имеет большинство, поэтому он имеет немного преимущества. Он показал нас в практике, но мы увидим больше в квалификации и в бассейне. Мы имеем 45 двигателей, готовы к действию, в порядке. Мы имеем огромное количество картов здесь, в Коа-Ан-Тоноае, including четыре карты из Франч-Дривст-Мастерской. Они успели обратить в первую ряду, и это как в Коа-Ан-Тоноае. Коа-Ан-Тоноае Короче, я, наверное, сделаю так. Я выйду, попробую в маленьком угле сначала ехать и только перед бассейном перекладкой залучусь. Я понял. Фёдор на готове. Все готовы. Мы будем ждать тебя. Маякуй сразу мне. Но, в общем, я просто, если вы, это будет недостаточно. Но она при этом будет руль и не закрывать. Я приеду, чуть добавим. Макс, 82 балла. Они ва***ли тебя. Ты пи***а мощный. Пи***а спокойный. Пи***а техничный. Машина просто пи***а. Тебя показали с дрона, со всех возможных ракурсов. Вылезали очко. Рассказали про мотор. 82 балла. Суперстрон драйвер. 82 балла уже. У Мустанга 50 баллов. Да, у всех, кто был до тебя, 50 баллов. Неплохо. Да. Я пока первый, короче, вешу там. Сколько проехало? 15 пилотов. Но они же запускают слабых или новичков в начале, а сильных под конец. Поэтому сейчас я буду сдвигаться, наверное, вниз. Так же, видишь, как я, б***ь, потихонечку все туда заезжают. Продолжение следует... 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 Первый этап, на который мы попали во Франции, меня покорил вот конкретно в этом плане. Мне все очень понравилось. Отдельно хочу сказать про брифинг для пилотов. Все очень четко и по сути. Учитывая, что мы, пилоты, знаем, как оцениваются квалификационные парные проезды, об этом все равно напоминают каждый раз. Кроме этого, каждый из судей говорит конкретные, понятные фразы даже на английском языке. И учитывая, что главный судья ирландец, и у него слегка такой акцент, его тяжело понимать. Но когда он ведет брифинг, он отчетливо делает паузы, что дает возможность даже слабеньким знатокам английского успевать его понимать и нашифровывать себе в голове правильные решения. Есть видеобрифинг, где четко понятно, как нужно проехать, для того, чтобы заработать высокий балл. Очень четко понятно, что они хотят получить от пилотов. Это мне понравилось. Мы сейчас в Франции, по раму 2, по Грифтмастерам ГП. И это трага, это супер-паст, супер-треки, и нужна большая мощность. Как вы видите, больше grip мы поставим, больше проблем мы поставим. Надеюсь, это будет удачный момент tomorrow. И хорошая работа, и хорошая работа. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok. 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 То есть нужно д-эксцелерировать около 100 км в час. Немного, и на высоком уровне. Тогда вы слень-шот на 180-декре-турн и двигаете на финш-лайн. Это довольно демантливый трек, но это очень веселый трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы выехали из дому и шел дождь, и я уже чуть ли не плакал. Приехали сюда, вышло солнце, но эта ситуация как бы не сильно поменяла. И выехав на тренировки, я просто понимаю, что где солнце шпарит на какой-то кусочек трассы, там сухо. А на нескольких других элементах очень мокро. И по итогу приходится бороться с разным покрытием. Это самое отвратительное, что может быть в дрифте. И это за дрифт как бы никто не считает. Никто это не любит. Никто. И самое главное, кажется, что можно запомнить, да, тут мокро, тут сухо, тут типа отпускай, там нажимай. Но нет, потому что если ты не откроешься в сухой зоне, ты эту сухую зону не проедешь на как нужно. Кроме того, тебе надо открываться в мокрой зоне, чтобы на эту сухую выйти уже на темпе. Иначе ты зацепишься, ну, есть проблемы. И последнее, из сухой зоны, когда ты на скорости залетать в мокрую, это шесть. Короче, мне максимально не нравится, я проехал четыре круга, или три, я не помню уже. И вот заехал на отдых, так сказать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Yes, bye-bye, 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 bye-bye.